Наше кругосветное путешествие продолжится в Германии. Она включает в себя 46 уникальных мест. Чтобы ничего не пропустить, подписывайтесь на мой канал. А сегодня мы перенесемся к старинным рудникам Рамельсберга, историческому городу Гослар и водозаборным сооружениям в Верховьях Гарца. Разработка рудного месторождения Рамельсберг началась здесь еще в III веке при римлянах, задолго до основания города. Экскурсии, проводимые здесь сегодня, наглядно разъясняют, как на протяжении веков развивалась горная промышленность. При спуске в лабиринт Штоллен и подземных залов приобщаешься ко многим поколениям любопытных. Среди них были такие великие мастера слова, как Гёте, Глейст и Андерсон. Позже они выразили свои впечатления на бумаге, порой обликая пережитое в художественную форму. Сегодня посетители доставляют в шахту по современному откаточному пути и показывают им склад XIII века, внутри которого хранились инструменты горняков. Это самое старое шахтовое помещение в Европе. Радуют глаз и разноцветные сланцы, появляющиеся на стенах и кровли во всевозможных цветовых сочетаниях. Зелёно-жёлто-красным переливаются сланцы железа, синим – сланцы меди, а белым – сланцы цинка. История города Гослера теснейшим образом связана с историей разработки рудных залежей. Большой запас серебра, добытых в здешних горах, стал причиной основания города, первое упоминание о котором датируется 922 годом. История сохранила предание о том, что более ста германских королей и императоров приезжали и останавливались в Гослере. За абсолютными правителями тянулись и слои бёргерства, умевшие использовать сокровища, скрытые в недрах земли. А так как город являлся одним из основателей Ганзийского союза, то и богатства в нём скапливались немалые. В хорошо сохранившемся старом городе Гослера постоянно наталкиваешься на величественные средневековые постройки, дома владельцев рудных разработок, желавших и внешне показать уровень своего благосостояния. Интересен украшенный деревянными статуями императоров бывший дом гильдии оптовых торговцев и портных Кайзерворд на Рыночной площади, а также другие средневековые сооружения. Весьма интересные лабиринты водозаборных сооружений в верховьях Гарца. Самый крупный из ближайших транспортных узлов, Ганновер, находится в 90 километрах от Гослера. От Ганновера до Гослера можно добраться на электричке, время в пути составит 1 час.